Меня зовут Настя, я представляю зрительство Мингорода Москвы, и мы делали социальный проект с соседями. Конкретно сейчас мы очень научно рассказываем о том, какие практики интеграции жизни и существуют в соседской активности. Как привлекать людей, которые в Москве, в принципе, мы сильно любят общаться в друг друга. Расскажите, вы общеннете с соседями? Общаетесь с ними? Да, у вас нет потребностей. Хорошо, у вас нет потребностей, вы общаетесь? Кто общается, просто в группе вы видите, знаете вообще, кто эти люди, чем они занимаются? Нет, в принципе, знаем, да, но особо не возникает. Особо не возникает. Почему? Вы чего отборитесь? Времени неинтересно, просто тратить время на личке. В принципе, Москва, да, это город, где садьбой, где каждый занятыми собой. Небольшинство людей неинтересно, в принципе, что это происходит, когда кричит за стеной. Мы с этим делимся. Но многим людям необходима все-таки поддержка в каких-то местных вопросах. У нас есть местные дебютаты, локальные, знаете, муниципальные. И не хватает каких-то активностей от соседей. Мы делаем это по себе. Потому что, например, я росла в городе и в районе, где я знала каждого соседа. И мне всегда это нравилось. Приехав в Москву, у меня был культурный шок о том, что люди никогда не общаются с соседями. Что такое добрососедствие? Вообще, причем основан этот проект? Это проект, который помогает людям, соседям общаться и жить в гармонии друг с другом. Делать какие-то совместные проекты, выбирать друг другу своих детей. Глокулировать утром собак соседских и решать какие-то проблемы вместе сообща. В том числе и проблемы, как организовать несут своих детей. Соответственно, в этом году, в нашем Большой Европе, два больших мероприятия. Это, на самом деле, для нас очень здорово. Потому что на одном из мероприятий это было 300 человек. Это была масленица в соседском нашем общем парке, где принимал участие каждый житель. Кто-то приносил свои блины, кто-то приносил канат для притягивания каната. Кто-то устраивает викторины для детей постарше, приносил тесто для блинов. Мы это делали в текущем моменте. Пришло 320 человек. На самом деле, это был какой-то успех. Потому что в этот же день проходил митинг в районе, на который переманивали людей, которые жили с блинами. Соответственно, также у нас было пять крупных мастер-классов. Мы продолжаем школьные соседские отношения, уже в частности развитие в учреждениях культуры. Соседям, чтобы собираться, иногда нужно не просто двор, парк. Им нужен соседский центр, где они могут привезти. И раз в месяц, и раз в неделю своих детей, они будут рисовать, играть. И сами соседи будут решать вопросы. Установка пангуса в своем дворе. Нужный это или нет. Установка шланг-баума. У других проблем совместного вида. Соответственно, какие наши точки роста, которые мы видим. И приоткрою вам завесу, 25 декабря у нас наконец осветлится открытие соседского центра в нашем районе. На базе нашей библиотеки. Мы шли к этому полтора года. Пока не могу прогнозировать, сколько людей придет. Очень хочется надеяться, что локальный бизнес, который мы поддерживаем уже полтора года, будет активно помогать и способствовать развитию нашего соседского центра. Почему выбрана библиотека? Соседский центр, в принципе, должен представлять собой как это второй дом. Потому что люди должны приходить и чувствовать себя спокойно, свободно должно быть доверие к пространству. Да, библиотека, которая выбрана, выбрана не случайно. Потому что большинство встреч и детских, и взрослых проходят рядом. И, в принципе, все с ней библиотеки знакомы. У нее очень уютное помещение, большой зал для встреч. В принципе, есть место, где разместить соседей в большом количестве. Наша целевая аудитория – это чуть меньше 14 тысяч человек. По статистике, вот выделены районы наши. Причем, это не весь Тиберязевский район. Это одна треть Тиберязевского района, который находится в непосредственной бизнесе в библиотеке. Также мы не брали в расчет для популярных районов, потому что для людей есть понимание, что центр должен быть рядом. Согласитесь, что вы поедете, скорее всего, на встречу через три остановки метро, хотя это тоже ваш район. Соответственно, какие трудности у нас имеются? Группа жителей Тиберязевского района, с которыми мы активно работаем и с которыми мы активно пытаемся вовлечь наши районы активности, когда-то создавалась местным оппозиционным депутатам под своей активностью. Соответственно, люди, которые присутствуют в этой группе, это в основном придерживаются определенных политических взглядов, и других людей, с моей точки зрения, они, в принципе, не очень поддерживают. Поэтому есть трудность в том, чтобы этих людей собирать вес политики, чтобы они не переходили в обсуждение выборов, каких-то перетягивания идеал на себя, но... Это секта, так понимаю, да? Нет, это не секта, просто люди, которые... Вы говорите, что, например, мистер Икс должен быть всегда у нас президентом, которые говорят, нет, это не так, и мы с вами не общаемся, потому что вы думаете о другом. То есть нас иногда доходит до серьезных банов в группе, хотя на самом деле это неправильно. Мне интересно, кто ваша группа, вот именно целевая аудитория, потому что любого взрослого человека 12 часов в день приходят на работу, дорогу, детей, там, не знаю, машины, квартиры, такие проблемы... Когда вот если всем заниматься, взрослым нормально будет, мне непонятно. Нет, не все там, в долгой районе не работают. Если бы они не работают, тогда можно и о политике поговорить. Нет, на самом деле у нас нет задачи собираться каждый, не знаю, день, каждый месяц. У нас есть определенные тематики, потребности. Например, на Масленицу собралось очень много людей для нашего района. Я не могу сказать, что эти люди не работают. Или, например, что им все равно. Они привели своих детей и были рады, что дети могут видеть что-то, кроме своего планшета, какого-нибудь надалерного папы, который запущает ему играть в компьютер. Они просто вышли, повеселились в снегу, и им было очень здорово. Соответственно, существование без политики пока у нас получается 50 на 50, потому что даже на те встречи, которые заявлены как неполитические, приходят люди с агитацией. Также мы в нашей встрече и в наш соседский центр вобретаем локальный бизнес, например, местных кондитеров, местным женщинам, которые шумят свитера, какие-то студии художественные, кто-то пробует пленки. И в стенах соседского центра это предполагается проводить бесплатно для детей и привлекать к себе бизнес у больших людей. Соответственно, что мы хотим видеть от нашего центра и, в принципе, от нашего добрососедского отношения к соседям? В нашем соседском центре должно быть динальное отделение. Предположено то, что люди, которые не пользуются, допустим, детскими вещами, могут сколько-то принесить вещи на определенный стол, оставляются, и мамы, которым это нужно, могут спокойно это забрать. Многие обмениваются молочной кухней, сейчас многие обмениваются детственными вещами, которые лежат очень долго, кантами, и все внеслится. Соответственно, у нас есть сайт «Добрый соседий РЭП», он пока существует в тестовом формате, где мы его развиваем, и надеемся, что к открытию центра у нас будет полностью готовый проект. В принципе, на этом все. Я думаю, мы можем вернуться на первую страничку.